Привет. Эээ, Трибуар. Ну, Вантушечек, вышел новый видосян, называется, короче говоря, Чудо Техника, и я смотрю на превью, и вижу то, что стиральная машина готовит пиццу. Я вот задаюсь вопросом, а если она стирает, в этот момент я могу пиццу приготовить? Или не получится, потому что там какая-то каша произойдёт, или что, или как? Как это вообще работает? Первый раз я такое вижу. Но было бы интересно посмотреть, что же Вантушечки придумали на этот раз. Правда, прежде чем начать смотреть видосян, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на трогай, на группу ВКонтактики, ссылочки все будут в описании. Вот теперь, пожалуйста, посмотрим ролик, уверенно будет что-то прикольненькое. Пэх! Короче говоря, Чудо Техника. Окей. Это как Чудо Птица. Сентябрь и уже во всю наступила осень. Ну, как бы, да, сентябрь же всё-таки. Каких котят? А их здесь шесть. Ой, такие милые! А зачем ты их пересчитывал? По осени считают. А, да? Котят? Я думал, утят. Или котят? Я уже даже не помню. Напишите в комментариях, как звучит эта поговорка или пословица или что? Или там про цыплят? Или цыплят? Да. А что там вообще? О чем говорят? Важно было то, что я полностью подготовился к осени. Достал кучу теплых пледиков. Подготовил запасы горячего чая. Не надо, он же протонет. Думал, что за время хранения он может остыть. Убрал ведро в тормосумку. Ну, всё равно остынет там, ты чё? А заодно накрыл пледом. Так-то лучше. Ну да, плед ябленно сохранит чай в горячем положении. Что? Состояние? Последнюю вещь. Поскольку осенью ноги нужно держать в тепле, а на билет в Дубае у меня не хватает совсем немного средств, мне... Совсем немного... все деньги? И остается надеть свои любимые шерстяные носочки. Но я нигде не мог их найти. Кстати, тоже надо поискать шерстяные носочки, а то я вот реально хожу, и такая холодина дома. О нет, я уже чувствую, как мои ноги замерзли на 12 процентов. Нельзя терять время. Фига себе, даже проценты почитал, прикольно. Я сел за ком. Нужно срочно заказать новые теплые носки. Выбрал подходящую модель. Сколько? Тысяча рублей за теплые носки? Да ну вас нафиг. Классическое белье. А, белые. Я уже думал, носки бельем называют. В самый неподходящий момент мой ком перестал работать. Блин, я стал осматривать внутренности компьютера. Понял? Ну-ка. Что-то как необходимо сделать? Хорошо все-таки шарить за технику. Я пошарил в карманах, нашел какую-то странную коробочку. Откуда у тебя маленькая коробочка? Чудо? Чудо-чипы. Прикольно. Что еще за чудо? Дэйлы точно вспомнил. Этот набор... А, Дэйлы? Это неплохо. Написано чудо-чипы. Что еще за чипы? И где их Дэйлы? А где их гаечки-то? Этот набор шел в подарок к моим электротрусам и кефиру, которые я заказывал из Китая. Что за электротрусы и кефир? Было такое или нет? Напишите в комментариях, что такого не помню. Интересно, опробовать эти... Ну-ка. Да это же просто это, создашники, насколько я понимаю. Не штуки. Я вставил один из чипов внутрь компа и включил его... Так это же обычный создашник. Не? МВМЕ или как он там называется? М2? Он тут же ожил. Да ну нафиг носки за 1000 рублей, вы издеваетесь, что ли? Как вдруг вылезло дополнительное окно. В нем спрашивалось не жел... Не желаете ли вы получить заказ прямо сейчас? Что? Ловили я получить заказ прямо сейчас? Желаю. Вот там есть носки за 127 рублей. Какого хрена за 900? А в смысле? Конечно желаю, но это ведь невозможно. Однако интерес взял вверх, я решил нажать кнопку, да. Из монитора тут же вылезла рука с моим заказом. Э, тоже так хочу, а можно мне тоже так, пожалуйста, сделать? Офигеть! Это что еще за магия? Да у меня тоже такой волшебный жесткий диск. Я аккурат... Жесткий диск, а создашник. Я забрал свои носки. Ощупал как следует. Блин, они реальные. Я надел их и принялся оформлять еще заказы. Они плохо. Они мгновенно доставлялись через мой монитор. Спустя десяток заказов на моем счету закончились деньги. Ну вот, как не вов... Ну как бы деньги, да, они все-таки имеют такое свойство, как заканчиваться. Сейчас не помешало бы... 2000 рублей насос бы доводится в центробежье. Зачем у насос? Достать где-нибудь еще пару тысяч. Я обратил внимание... Зачем у насос? Кстати, у него принтер здесь стоит, а еще стоит это в шкафу. Зачем два принтера? Какой же чудо-чип из набора. Подсоединил его сзади. Нашел картинку пятитысячной купюры и распечатал ее. Проверил подлинность купюры. Она настоя... Слушай, ты даже знаешь, как проверить подлинность купюры и пятитысячной. Я знаю только то, что там должны быть на боках ребристости, типа такие. Должны быть точки на просвет. И там что-то какие-то должны быть несколько штук, как ее можно проверить. Я поставил на печать всю бумагу, что у меня была даже туалетную. Ага, зачем? Я распечатал столько денег, что мне хватило бы на отдых в Дубае на 50 лет или даже на покупку магнитиковая... На 50 лет? Ну, очень сомневаюсь, что там так много денег. Но его я еще успею купить. Сперва надо подкрепиться. Я открыл холодильник. Внутри было кристально чисто. О, сейчас тоже на него чип ставишь, да? Ничего, пойду куплю что-нибудь на своей куче денег. Зачем? Зачем? У тебя же есть чип. Я вставил в холодильник чудо-чип. На экранчике появился... Кефир, масло, салат, сыр, сыр 2, помидоры, огурец, молоко, яйца. Так. А, мясо, рыба, апельсин, бананы. Со список продуктов, которые обычно хранятся внутри. Я нажал на кнопку обновить, все. Теперь внутри холодильник. А, обновить это, это, чтобы они все появилось. Кстати, там появилось то, что не было. Было полно всяких сячин. Я обожаю вас, чудо-чипы. Захватил с собой еды и пошел смотреть телек. Прилег на кровать. Не знаю, зачем есть на кровати. По-моему, это... На кровати стал искать пульт руками. Не мне это говорить. Такого нигде не было. Как всегда. Ну давай, чудо-чип, выручай. Через секунду на мой телефон пришла смс-ка с геопозиции пульта. Я нашел его и включил телек. Серьезно, ставил чип в телевизор, чтобы только телек найти? Ой, это пульт найти. Какое? Ой, это же Джо Умик. Блин, надеюсь, он сможет победить. Надеюсь, сможет. Ставь ему в жопу с чью-то чип. Экране поверх фильма появилось окошко с надписью «Желайте ему помочь герою». Какого хрена, ээ, слышь, не надо такого. Это уже рояль в кустах какой-то. Разумеется, да. Враги главного героя тут же исчезли из... Неинтересно. Спустились титры. Вот это крутяк. Чё крутяк, блин, фильм закончился, не начавший. Интересно, что ещё могут эти чудо-чипы? Прошло полчаса. За это время я вставил чудо-чип в игровую приставку и выигрывал во всех боях. Потому что очень сильно нажимал на кнопки, отчего удары становились ещё сильнее, и я врубал противника с одного раза. Тут мне позвонил Серёга. Спросил через сколько я подъеду. Блин, мы же договаривались сегодня с ним встретиться. Интересно, куда сейчас он ставит чудо-чип в себя? Давай-давай-давай, в себя, я хочу на это посмотреть. Чё ты как-то слишком в эмбовне? Просто возьми да поставь стирать любой режим. Так там есть что-то такое, сейчас найду. Блин, там половину не видно. То, что надо. Через полчаса стирка закончилась. Я вставил чип в свой утюг, и моя одежда высохла за одну секунду. Стал одеваться, но одежда села после стирки и стала мне малая. Да как так? Сейчас чип, куда в одежду встанешь? А, ха-ха, чтобы похудеть, а-ха, неплохо. Я вставил велотренажёр, чип и стал крутить педали. За 10 минут тренировки я скинул 10 килограмм. Теперь рукава были... Чё-то как-то слишком много. Но я очень устал. Достал пауэрбанк, подключил к нему чип и ставил провод в... Ухо. Ха-ха, я думал жопу. Блин, а я так надеялся! Настало время выходить. Но дома остался такой срач, а убираться потом... О, киса так смотрит на него. Чё пришёл, человечий, иди отсюда. Идея. Я сделал свою фото в полный рост и поставил его на печать. Принтер напечатает моего... Что здесь? Через полчаса зарядки я стал как огурчик. Настало время выходить. Но дома остался такой срач, а убираться потом... А, нифига себе, это он сейчас сделает своего клона, чтобы он убирался у него дома. Блин, удобная фигня. Я сделал свою фото в полный рост и поставил его на печать. Принтер напечатает моего клона, которому я оставлю поручение в виде записки. Как он будет его печатать, вообще непонятно. Он же печатает только на бумаге. Как же всё-таки чётко, что я нашёл этот набор чипов, который делает чудо-технику. Теперь я могу совсем ни о чём не париться и... Интересно, что же будет, когда он вернётся домой? Просто наслаждаться жизнью. Так. Блин, кажется, в принтере не хватило краски, и теперь я не полноценный. Ну да ладно. Ну да пофиг, мне всё равно надо просто убраться, да? Надо навести порядок в доме. Понял, сейчас всё здесь разнесут. По-моему. Неполноценный в мозгу тоже, да? Короче говоря, чудо-техника. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Концовка прям офигенная получилась, я такого не ожидал. Ожидал всего, что угодно, но не этого. А-пи-а-пи-а-пи-а-та-а. Спасибо большое, Вантушчикам, за контентик. Поржало души. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте поджимать ББРщики, интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Риборн. Спасибо за просмотр. Пока.